Женщина шла наискосок через мост прямо на Равика. Она шла быстро, но каким-то нетвердым шагом. Равик заметил ее лишь тогда, когда она оказалась почти рядом. Он увидел бледное лицо с высокими скулами и широко поставленными глазами. Это лицо оцепенело и походило на маску. В тусклом свете фонаря оно казалось безжизненным, а в глазах застыло выражение такой стеклянной пустоты, что Равик невольно насторожился. Женщина прошла так близко, что едва не задела его. Он протянул руку и схватил ее за локоть. Она пошатнулась и, вероятно, упала бы, если бы он ее не удержал. Равик крепко сжал руку женщины. «Куда вы?» — спросил он, немного помедлив. Женщина смотрела на него в упор. «Пустите», — прошептала она. Равик ничего не ответил. Он по-прежнему крепко держал ее за руку. «Пустите меня, что это?» Женщина едва шевелила губами. Равику казалось, что она даже не видит его. Она смотрела сквозь него, куда-то в пустоту ночи. Просто что-то помешало ей, и она повторяла одно и то же. «Пустите меня». Он сразу понял, что она не проститутка и не пьяна. Он слегка разжал пальцы. Она даже не заметила этого, хотя при желании могла бы легко вырваться. Равик немного подождал. «Куда же вы? В самом деле ночью одна в Париже?» — спокойно спросил он еще раз и отпустил ее руку. Женщина молчала, но с места не сдвинулась. Раз остановившись, она, казалось, уже не могла идти дальше. Равик прислонился к парапету моста. Он ощутил под руками сырой и пористый камень. «Уж не туда ли?» — он указал вниз, где беспокойно поблескивая в сероватой мгле текла сена, набегая на тени моста Альма. Женщина не ответила. «Слишком рано», — сказал Равик. «Слишком рано. Да и слишком холодно ноябрь». Он достал пачку сигарет, затем нашарил в кармане спички. На картонке их оказалось всего две. Слегка наклонившись, он прикрыл ладонями пламя от легкого ветра с реки.